Всем привет! С вами Дедушкин Сундук и я Михаил Смирнов. Сегодня отличный день, прекрасная погода. И этот день, не знаю как для вас, но лично для меня он гораздо более праздничный, чем, например, тот же Новый год. Этот день для меня гораздо более важный день, чем, например, мой день рождения. Потому что, если бы не этот день, не знаю, был бы я, были бы вы, если бы не этот день. Сегодня 9 мая, День Победы. Я от всей души хочу поздравить вас с этим замечательным праздником. Но не только. Сегодня я хочу с вами чем-то поделиться и о чем-то попросить. Для начала подпишитесь на меня на YouTube, нажмите колокольчик. И я хотел бы затронуть такую тему. Бессмертный полк шагает по стране. И не только по стране. Бессмертный полк шагает уже по всему миру. Но давайте двигаться дальше. Давайте вспомним детали. Давайте расскажем о своих предках, дедах или, может быть, даже прадедах. Расскажем друг другу. Расскажем всему миру. И поделимся этим в социальных сетях, со своими друзьями. Давайте, это не сложно. Давайте сделаем эти записи, эти короткие истории о своих предках. И со всеми этими историями поделимся. И сегодня моя очередь. Знакомьтесь. Один мой дед. Гвардии старший сержант Федоров Петр Трофимович служил в армии под командованием генерала Черняховского. Одного из самых молодых генералов времен Великой Отечественной войны. И, кстати, генерал Черняховский спас моего деда во время последнего ранения. Как видите, дед мой на войне потерял глаз. Но все-таки остался жив во многом благодаря генералу Черняховскому, который сказал спасти героя. «Самолет и в Москву». А эту фамилию я по детству не знал. Профессор Преображенский. У вас сразу, возможно, ассоциация с Булгаковым. Но Булгаков в наше время советское еще не печатался, и мы его не знали. Но знаете же, с сегодняшнего дня, что профессор Преображенский реальный человек, реальный профессор, очень знаменитый нейрохирург не только Советского Союза, но и всего мира. И он оперировал моего деда. И спас моего деда. Но это все было потом. А до этого дед жил и работал в Москве обычным электриком. Крутил, кстати говоря, кремлевские звезды. И из Москвы, не из Москвы, в Москве не получилось. Он вернулся на родину и с родины призвался в армию. И попал в самые, как сейчас принято говорить, горящие точки. Под Смоленск. Полк. Полк необстрелянных молодых тысяч человек. И за сутки от тысячи человек осталось только 15. После первого же боя всего 15 бойцов. И мы, мелкие пацаны, в День Победы, братья, родственники, собирались у деда. Огромная толпа родственников поздравляет деда с этим замечательным праздником. И мы, мелкими пацанами, играющие в войнушку, в конце концов, собирались где-то втихаря и уже спрашивали у деда о подвигах войны. Но не принято было все это рассказывать. Но все-таки дед, может быть, где-то подвыпивший. Пока молодой еще можно было чуть-чуть выпить. В конце концов, рассказывал нам какие-то истории. Почему эта история мне запомнилась? Наверное, потому что и у деда это самое яркое первое. Первые бои. Из тысяч человек остается 15. И тут мало того, что друг однополчанин, так еще и тезка тоже Петр лежит. Старею, становлюсь сентиментальным, простите. Лежит без рук, без ног. И говорит, Петька, пристрели. И эта история мне помнится, потому что она неоднократно повторялась. В этот момент подходит бабушка, грохает по столу кулаком или сковородкой. Говорит, хватит детям страсти войны рассказывать. Вот и все, что дед рассказывал о войне. Больше мы ничего не знаем. А как бы вы поступили в такой ситуации? Я-то вот знаю сейчас, как бы я поступил. Но я не уверен, получилось бы или нет. Но это, как говорится, не все. Дед никогда не рассказывал о войне. Но кое-что мы с братьями все-таки выяснили. Есть поисковые сайты, где можно все-таки что-то найти. И я хочу прочитать одну выписку из данного приказа, который мне удалось найти, когда мы с родственниками искали что-то в интернете. Итак, это уже 44-й год. Очень слепая копия скриншота, кстати говоря, аватар. Портрет моего деда сейчас висит у меня аватаром ВКонтакте. И под ним находится и выписка из этого приказа. Я попробую ее вам прочитать. Отделение гвардии старшего сержанта Федорова дружно и организованно рванулось в атаку на укрепление противника 23.06.44 в районе деревни Перевоз. Быстро преодолев нейтральную полосу и проволочное заграждение отделения ворвалось в траншеи противника. И завязался бой в траншеях. Преследуя по пятам отступающего противника, отделение на подручных средствах форсировало в водный рубеж реку Лучеса. Закрепилось на левом берегу и обеспечило переправу всей роты. При отражении контратак противника 25.06.06.44 в районе деревни Воеводка отделение уничтожило 18 гитлеровцев. Захватило в плен 15 солдат противника. Причем лично товарищ Федоров убил 5 немцев. Сухие строки. Сухие строки приказов. Но именно за этот подвиг мой дед гвардии старший сержант Федоров получил орден Красной Звезды. Я прошу вас не только подписаться на меня на ютубе, но и поделиться этой записью со своими друзьями. Но главным образом не об этом я хочу вас попросить. Главным образом о том, чтобы вы поделились этим призывом. Расскажите хотя бы вкратце, так как я сегодня, о подвигах ваших предков. Сделаем это массово. Но и я хотел бы еще продолжить. Естественно мой рассказ был бы неполным, если бы я не рассказал про своего второго деда. Второй мой дед, к сожалению, может быть к счастью, кто его знает, не воевал. Он сидел. Имел неосторожность еще до войны. Где-то в какой-то кафешке или пивнушке. Ляпнуть какую-то неоднозначную фразу. Что-то типа, ну почему же Гитлер дурак? Если бы он был дурак, он бы не завоевал пол Европы. Дурак этого не может сделать. И как бы все. Вроде бы Советский Союз тогда имел дружеские отношения с Германией. Но фраза неоднозначная. И вот за такие неоднозначные фразы можно было куда-то загреметь. Деда посадили в тюрьму. Вина, в общем-то, небольшая. Обычный плотник, сын плотника. И в тюрьме началась война. Бомба попала в тюрьму. И, соответственно, дед из советского лагеря попал в немецкий лагерь. Волков Александр Егорович полжизни провел в тюрьмах и лагерях. Сначала в советских, потом в немецких. После того, как советские солдаты освободили концлагерь, в котором и сидел мой дед, опять же отправили в советский лагерь. И после этого моего деда не осталось ничего. Потом его освободили, реабилитировали. Жил одиноко, скромно. По-прежнему плотничал. Очень много читал. Пенсия маленькая, скромная. Но все-таки дед умудрился написать несколько повестей. Уже наученный своим длинным языком, в повестях не указаны ни подлинные имена, ни подлинные названия. Эти повести о жизни в концлагере. В каких-то 50-х, 60-х годах он пытался их опубликовать, но ничего не вышло. И отец мой, сын моего деда, хранит эти повести, как зениц ока. И может быть, наверное, мне стоит как-то психануть, вот так вот вам их прочитать, сделать достоянием всей общественности. Никакой художественной ценности там нет. Но это были, это наши с вами были, это наши предки. К чему я вас и призываю. Призываю к тому, чтобы вы рассказали о своих предках. И поделились этими рассказами со своими друзьями в социальных сетях или где-то еще. Давайте сделаем это массово, просто и легко. Это не сложно. Включили телефон, записали запись и поделились ею со всеми. А сейчас для начала подписывайтесь на мой YouTube и делитесь этой записью с другими. И сразу же приступайте к тому, чтобы сделать такую же запись. И позовите всех своих друзей сделать то же самое. Всего вам доброго. С Днем Победы.